Поехали! Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 14 февраля 2018 года среда, по одному из старинных 25-й день месяца в юг и стужи 7526 лета понедельник. Тема живого эфира «День Святого Валентина, а при чём здесь любовь?» И Михаил Ять, сказитель сегодняшнего нашего эфира, подробненько рассказал при помощи разных статей о том, что День Святого Валентина – это, в общем-то, некая пошлость, некая гадость и дрянь, которую нам усиленно внедряли и которая, как показалось мне, уже в мозги кое-кого углубилась и там проросла. И самое страшное, что люди даже не пытаются понять, что на самом деле они делают. Они даже не пытаются врубиться в то, в чём они участвуют, что они поддерживают и, в общем-то, что они нарабатывают. Вот это печалька. Поэтому был здесь вопрос, а зачем вы эту всю ерунду разбираете? Зачем вы этой дряни копошитесь? Всё это давным-давно известно. Ну, может быть, это давным-давно известно тем, кто это пишет. Но ведь надо себе представить, что этот эфир могут слушать и другие люди, которые только-только начинают интересоваться. А как вообще жить на земле? А что такое праздники? А чем отличается один праздник от другого? Для какого народа он был создан? Или каким народом он был создан и для чего? Так что давайте-ка мы эгоизм ложный в сторонку отложим и будем разбираться с теми вопросами, которые помогут, может быть, в дальнейшем нашим близким людям также понять кое-что в этой жизни, разобраться кое с чем в этой жизни и начинать уже жить как не просто существа, паразиты или какие-то там непонятные овечки, которых можно куда-то направлять, на убой, например, или на стрижку, а как полноценные человеки. И вот тому и посвящен наш сегодняшний эфир. Ну что ж, давай для начала мы с тобой вот о чем поговорим. Раз уж ты тут произносил несколько раз слово «праздник», а давай с тобой попробуем разобраться, почему и для чего называют все праздниками, мне понятно, вот лично мне понятно. Для того, чтобы обобщить все и хорошее и плохое, и то, что было древнее, и современное, и называть все одним словом – праздник. Но на самом деле, может быть, есть понятие «праздник», может быть, есть понятие «гулянка», может быть, еще какие-то есть праздники, так называемые в кавычках, которые праздниками не являются. Что, во-первых, на твой взгляд, слово «праздник» означает? Что это такое за действие, деяние и так далее? В этом слове внутри есть «ра». Обычно этот слог обозначает божественное сияние, божественный свет или вот Солнце наше, да? И праздники происходили при взаимодействии. Обычно это было на природе какое-то, ну это чисто. И при взаимодействии с стихиями. И вот самая важная такая, без чего вообще жизнь невозможна, это стихия солнечного света или наш, как говорится, божественный свет, наш «ра», наше Солнце. Но там присутствует не только «ра», как ты сказал, божественное сияние, мудрость сияющая, но там еще и «дни» присутствует. По раз дни, да? По раз дни. То есть в этот день по божественной сияющей мудрости должно что-то происходить. Ну, естественно, ты еще и употребил слово «жизнь», то, что жизнь дает. Так вот, все, что дает жизнь, усиливает жизнь, порождает жизнь по нашему солнечному свету, по нашей солнечной мудрости, то можно называть праздник. А все, что противоположно жизни, ну, например, встречаются два таких разноцветных товарища под зонтиками, да? Например, партнер один и партнер два. Вот есть такая песенка «Папа может, папа может быть кем угодно, только мамой, только мамой не может быть». Так вот, в геевропе сейчас уже «Папа может, папа может быть кем угодно, в том числе и мамой он может быть». Вот это то, что не приносит жизни, то не может называться праздником. Поэтому это надо как-то другими словами называть. Вот как вот ты думаешь, каким словом называть вот эти всякие геи-валентинки и прочие там глупости, которые нам насаждают? Вот эти вот так называемые новогодние праздники и всякую-всякую ерунду, которые вот под словом «праздник» активно вкладываются в уши. Что это такое, на твой взгляд? Ну, либо это чернушество, либо это какое-то, не знаю, слово «дебилизация» можно на радио произносить? Ну, болванивание, наверное, да, вот это вот такое происходит. Чернушничество. Ну, хорошо. А как быть с теми так называемыми праздниками, которые, на первый взгляд, чернухи никакой не имеют? Там гей-парадов под ними не проводится. Но при этом это те деяния, которые, например, с солнечными вот этими выражениями, с мудростью божественной никак не связаны. Но ведь есть, например, прекраснейшие какие-то светские праздники, которые посвящены какой-то дате. Вот день там присутствует. То есть по расе деяние вот день присутствует, радость присутствует. А вот именно того, что связано с божественной мудростью, там и нет, потому что это светское. Ну, день рождения какого-то известного человека или род войск, или день какой-то профессии. Вот их как называть? Это же не чернушные, на первый взгляд. Ну, я понял. Но обычно назывались у нас день памяти того-то, день памяти сего-то. Да, или пояснение какое-то. То есть, ну, обычно это день и кого-то, да, можно так называть. А потом уже пояснять, что именно сделал такого важного. Вот это вот тот, через кого сейчас праздник. Другими словами, если отмечается день ВДВ, то глупо говорить с праздником ВДВ. Да. Просто с днём ВДВ, дорогие десантники. Ну да, да. Этот день выделен для того, чтобы праздновать, не то чтобы праздновать, а отмечать, что вот этот вид войск существует. И вот представители этого вида войск в этот день, они, соответственно, собираются и каким-то образом это дело отмечают. Это всё-таки не праздник. То есть, слово «отметка», «метка», да, «метка». Есть «отметка» в школе, есть «отметка» в календаре, «красный день календаря». Вот это то, что отмечено. Это не праздник. Это отмечено. И вопрос, а можно ли в эти дни поздравлять? Ну, получается, из предыдущего, то, что мы рассуждали, поздравлять надо опять тут «ра», это праздники. А здесь можно, соответственно, что-то там высказать, пожелать, допустим. Но опять, чтобы про свет божественный, всё-таки это маленько другое. Поэтому здесь лучше употреблять другие слова без «ра». А политично рассуждающий, товарищ, как говорил Цахов, вот поздравлять как раз можно, потому что ты несёшь здраву тем людям, которые отмечают свой, например, профессиональный день какой-то. Почему бы тебе не подарить или не пожелать им что-то доброе и светлое? Почему не привнести в этот день частицу солнца, частицу света, частицу здоровья, своего отношения, духа, радости? Я с тобой не согласен в данном случае. Ну вот видишь, я не знал, как отвечать. Ты это правильно сказал. Мне стыдно. А мне стыдно, что тебе стыдно, потому что мне пришлось пристыдить тебя. Ну ладно, идём дальше. Теперь уже переходим к вопросам и репликам. Татьяна Беленко, вот ты о ней вспомнил, а она тебе. Реплику эфир. Поздравляю Михаила с дебютом в прямом эфире. Желаю больших творческих успехов. Творческих узбеков тебе, товарищи. Да, хороший человек Татьяна Беленко. Много-много. Желаю тебе тоже успехов, добра, радости. Ты меня очень-очень поддержал. Благодарю. Далее. Валерий И. Вопрос эфир. Что вы думаете о том, что женщины хотят получать цветы в подарок именно букеты мёртвых сорванных цветов? Да и вообще, когда женщине нечего делать, ей дарят подарки. Как так это? Прокатаясь, разумеется, что он там делает, когда ему делать-то нечего? Как-то вот... Ну ладно, отвечай на вопрос. На самом деле у меня это тоже присутствует. То, что у меня внутреннее было непонимание по поводу вот этих мёртвых цветов, мёртвых букетов. Но я помню, в школе, конечно, я букеты носил. Вернее, мне их давали. И я вот их нёс там на 1 сентября, отдавал. Как бы живых цветов в горшках в школе не носил. А вообще я вот на данный момент так считаю, что желательно делиться тем, что даёт жизнь, да, несёт себе жизнь. И поэтому да, как бы хочешь подарить, моё мнение, ну подари всё-таки в горшочке. Там вот то, что я зачитывал, там упоминалось, что вот срывали. Но всё-таки на данный момент я вижу какие-то противоречия. Особенно какие противоречия, это вот когда мёртвых цветов сплести венок и надеть вот это вот... То есть растение, оно уже как бы погибло, ты его оторвал от корня, оно умирает. И вот эти вот сплетённые растения, в такую вот, как обручем, да, сплетённые. И вот эта вот штука надевается тебе на голову. Причём получается так, что вот он, когда на тебе этот венок висит, то вот этот эпицентр, вот это воздействие, он же по идее должен быть где-то в центре вот этой структуры. А там у нас как раз, насколько я понимаю, располагаются каналы связи с нашим родом небесным. И мне кажется, тут чего-то, видать, искажено. Но это вот моё сегодняшнее мнение об этом. Благодарю. Как-то больше, наверное, пяти лет назад, уже не помню сколько, я поднял на радио вопрос, зачем вы дарите женщинам половые органы растений, срывая их? И знаешь, какая буря поднялась? Это где-то было, насколько я помню, в районе что-то 8 марта. Мы-то обсуждали тему, зачем этот праздник вообще существует, является ли он праздником, и откуда он пошёл, и так далее, и тому подобное. Ну, много там версий есть, в том числе и народных. Вот, и буря поднялась, девчонки высказали такую какую-то прям антипатию в мою сторону. Ты что же говоришь? Как можно? И так далее, и тому подобное. Я говорю, ну подумайте сами, цветок – это половой орган для размножения. Вот когда вы срываете, вы прерываете жизнь. Представляете, прилетают инопланетяне. Вот прям дословно то, что я тогда говорил. Прилетают инопланетяне, и там мужчина-инопланетяне выскакивает, он немножко другого вида, чем человеческие существа, хватает мужиков, вырывает у них кое-чего, букеты такие создаёт, и своей подруге туда несёт. Говорит, вот поздравляю тебя с инопланетным женским днём. Она такая вдушевлённая, радостная. Ух ты, как здорово, как это красиво, какой у них аромат. Ну и так далее, и тому подобное. И буря прямо поднялась тогда. Но это только видимость. Это только видимость первичная. Ведь смотрите, когда человек что-либо употребляет в пищу, он разрушает это. Неважно, это пища из убитого животного или уже полежавшая мертвичинка какая-то, опять же, того же животного, или это свежесобранная морковка, или травка какая-то, плод какой-то. Всё равно он это или сначала убивает, или потом убивает. Всё равно он в себя это закладывает. Да, понятно, что чем свежее, тем больше там праны, тем больше энергии света он возьмёт. Поэтому лучше, конечно, не мертвичиной питаться, а чем-то таким вот свежим-свежим, что впитывало напрямую солнечный свет и энергии матери Земли, ветра, огня, воды и так далее. А не то, что уже вторично перерабатывало, и ещё его убивали, потом долго разделали, потом куда-то везли и так далее. Это понятно всё. Здесь вопросов, наверное, уже нормальных людей-то и не возникает. Вопрос в другом. Человек всё равно так или иначе употребляет это в себя, разлагает внутри себя. То есть всё равно акт уничтожения и трансформации происходит. Но если мы это делаем, то тогда тебе такой вопрос. А почему тогда половые органы цветов и сами растения нельзя использовать для венков? Так. Ну, во-первых, ты когда начал это красочно описывать, мне опять стало стыдно, потому что за свою, так сказать, не сильно старенькую, но не сильно молоденькую жизнь, я как минимум несколько раз вот это чудное произведение на свою буйную головушку надевал. Поэтому, находясь под впечатлениями от твоих рассказов, я даже сейчас попробую сформулировать. Вот, получается, значит, цветочки, это у них там всё выросло для того, чтобы появилось ещё больше новых цветочков. Когда будет ещё больше новых цветочков, то когда они там погибнут, будет много перегноя, будет много червячков, червячки покушают птички, птичек покушают там ещё кто-то. Вот, в общем, как это назвать-то, живности станет больше, почва удобрится больше, а может, из-за этого. Так всё упростил, круговорот животных в природе, да? А я к другому веду. Вот смотри, ведь сами растения, они не только в виде стеблей и плодов нам попадают внутрь, но и в виде тех энергий, которые эти растения, в общем-то, и составляют. И взаимодействие и с этими растениями, и с энергиями, которые внутри находятся, и дают нам много чего интересного. Где-то прану, где-то живу, где-то просто химию обыкновенную. Когда мы что-то убираем, прану убрали, живу убрали, осталась только химия. Да, на химии можно какое-то время жить, и даже многие долго живут, как им кажется. Но если мы подключаем все другие энергии, то в этом случае жизнь более здоровая становится, и более счастливая, и продолжительная. Известно, что продолжительность, она влияет и на варные составляющие, и варные прохождения тоже. Но об этом мало кто говорит. И, может быть, в одной из передач мы об этом тоже как-то поговорим и коснемся этого. Но ты ладно. Так вот, когда человек срывает растения и в рот все засовывает, или берет чью-то жизнь и питается, тем самым он не нарушает ведических принципов. Жизнь человека выше жизни растения и животного какого-то уровня. Потому что есть животные, которых лучше не есть. А есть животные, которых можно съесть в том случае, если человек умирает, необходимо его жизнь сохранить. Так устроено. То есть ты берешь жизнь более простого для того, чтобы сохранить жизнь более высокого. Это не говорит о твоей мудрости, потому что ты себя поставил в такие условия, когда ты вынужден забирать чью-то жизнь какого-то животного. То есть это говорит только о твоей неквалификации в этой жизни как разумного существа. То есть ты себя поставил в условия отнимания жизни. Ну да ладно, это допускается. А вот когда срывает человек растения и делает веночки, это как рассматривать? Ну да, получается здесь ни себе, ни людям, то есть ни себе, ни природе. Ты себе пользу не дал. И то, что, например, с этих растений могли пчёлы собрать, нектар, мёд появился бы, или ещё какие-то там насекомые, животные этими растениями, червяки те же самые, попользовались, ты тоже, по сути, вмешался в этот процесс, но вмешался не ради того, чтобы сохранить свою жизнь, просто потому, что тебе сказали, что так надо. Это, по сути, действительно необдуманный вред природе. Ну и за это, соответственно, прилетает судя по тому, что ты говоришь, обратка к тебе в виде каких-то ухудшений в твоей жизни. Видать, из-за этого и не надо как поступать. Благодарю. Ты, Ран, благодаришь. Я ещё от тебя не отстал. Я же прилипала. Ты попал под раздачу. Итак, ситуация вот какая. Помнишь, я употребил, что есть энергетические составляющие, энергии, живо или живоатмы, а есть то, что энергетические, другие, через химию. А вот теперь давай представим, что может ли человек получать что-либо важное для своей жизни не через химические процессы? Убираем химию вообще. Раз. И оставили только живоатмы, энергии и прочее, прочее, прочее. Может ли человек это получать? Тебе надо, чтобы эти энергии всё равно через какие-то там понижающие внутренние трансформаторы приводили и запускали какие-то химические реакции и процессы, чтобы поддерживать это тело. Поэтому на данный момент я считаю, что нет. Для поддержания этого тела необходимо именно, чтобы химические процессы протекали в нём. А если ты соприкасаешься с растением, разве не попадают на твоё тело какие-то энергии, живо, живоатмы и прочее, прочее, прочее? Разве солнышко нужно есть, чтобы от него лучи восприять? Я слышал о людях, которые именно так питаются. Но опять же, у них принцип-то какой, что это не всем доступно, далеко не всем. Да, вроде бы, если очень-очень так идти в глубину, то в любом случае всё, даже вот эти вот химические реакции, протекающие в организме, это по сути перераспределение энергии. Идёт каким-то образом структурирование этих энергий, упорядочивание, изменение этих энергий. Но если на таком уровне, можно сказать, что да, действительно, когда мы все станем питаться солнышком или, возможно, даже ещё какие-то более такие энергии, когда нам не надо будет питаться солнышком, я слышал, как-то некоторые называют внутреннее солнце термоядерное, как, по-моему, Дмитрий Лапшинов такое употребляет. И тогда можешь, как говорится, напрямую в себе проявлять энергии, которые тебе необходимы для того, чтобы твоё тело правильно функционировало. Но на данный момент мне приходится кушать, и у меня протекают химические реакции в организме. Благодарю. Хорошо. А можешь ли ты исключить такое понятие, как аромотерапия, звукотерапия, светосветотерапия? Разве они не помогают людям восстановить свои силы, энергии, успокоиться, перейти на какой-то другой уровень осознанности, восприятия? Так, ну если ты говоришь аромотерапия, да, ароматы, ароматы — это всё-таки присутствие каких-то и в воздухе каких-то вот этих соединений химических, которые у тебя долетят до твоих рецепторов, и там как-то их там повозбуждают или, наоборот, порасслабляют. Они воздействуют на твои рецепторы, но при этом ты их не ешь. Да. Но они помогают тебе. Так, аромотерапия. Ладно, понятно, светотерапия, светотерапия, музыка. Ну здесь похоже, что да. Вот в этих, то, что ты применяешь, допустим, светотерапия, это идёт именно вибрация электромагнитного спектра, да, и ты её, опять же, вибрация пришла, там ощутил ты там этим глазными нервными окончаниями или, может, там кожей, когда вот она у нас под воздействием солнечного света начинает там приобретать разные оттенки, какой-то витамины там обрабатывают. Да, вот при варианте с воздействием светом и воздействием звуком здесь можно обходиться, как бы я не вижу здесь вот такого конкретного переноса химического. А вот если брать растения, то они же имеют свойство пахнуть, и поэтому там всё-таки я чувствую, и люди же, вот именно ещё они, некоторые люди, а может и не некоторые, многие люди любят вдыхать аромат растений, а здесь уже как раз идёт непосредственно пыльца, то есть этого растения, она вся проникает, поэтому тут есть химический перенос. Хорошо, но ты это не ешь. Идём дальше, ладно. Следующий вопрос. А слышал ли ты такое понятие, как обереги, амулеты, талисманы? Я не только слышал, я даже один ролик видел, который почему-то на стороннем ресурсе уже в 1018 просмотров, а на ресурсе Народного славянского радио почему-то поменьше. Этот ролик назывался «Какой оберег самый главный?» И вот если что подробнее про это дело выяснить и долго-долго не объяснять повторно, я думаю, вот лучше там это всё дело посмотреть, послушать. Ну хорошо. В общем, так или иначе, это всё есть, это присутствует. То есть давай теперь сложим. Аромат, цвет, внешний вид. Дальше, когда кто-то что-то делает с этими предметами, он может что-то вкладывать в эти предметы. Например, сделать оберег, талисман, амулет и много-много чего другого. Вот представь себе, когда человек просто срывает цветок, это одно дело, нюхнул и бросил. Когда человек собирает цветы и что-то делает из них руками и тоже бросает, ну не очень хорошо. А вот если он собирает, отнимая жизнь у них и делая что-то, изготовляя, то в этом случае, изготовляя что-то и вкладывая в него что-то, он может что-то усилить, может что-то туда заложить, может что-то передать. Я к чему это веду? Ещё раз. В ведических писаниях, да и в принципе по сути жизни, довольно-таки просто всё поясняется. Если человеческая жизнь важнее другой жизни, то другую жизнь можно взять для того, чтобы сохранить человеческую жизнь. Точно так же, как человеческую жизнь могут взять те, кто выше находится. Потому что более высшие существа, они могут восстановить что-либо, то, что забрали, и продлить тем самым жизнь. А если погибнут высшие существа, то тогда низшим существам может прийтись очень и очень плохо. Например, погибают родители, и малые дети тоже погибают. Погибнет ребёнок, мама с папой ещё народят. Как это ни страшно бы не звучало. Но если погибнет мама с папой вместе с ребёнком, то потом, вернее, если погибнет папа с мамой, погибает ребёнок, потому что он остаётся один, в лесу, к примеру. Его никто не может защитить. И всё, род прерывается, жизнь прерывается. Здесь необходимо понимать приоритеты жизни. Не в лоб вот так вот, по инструкции, а именно с точки зрения ведовства. Ведания, то есть это мудрости. И ведовства не просто человеческого, а ведовства более высокого. Вот поэтому, если человек просто хватает цветочки, срывает, или ёлочку рубит, или ещё что-то делает, без какого-то полезного действия, то в этом случае тогда он совершает преступление. И с ним также кто-то что-то имеет право совершить. В том числе, вплоть до сбора половых органов и преподнесения их в виде букета своей напарницы из далёких космических миров. А если же это делается сумасом для продления жизни, для улучшения жизни и так далее, и тому подобное, то в этом случае тогда, скорее всего, как минимум, не будет неприятности, а может быть, будет ещё что-то хорошее, потому что это было применено в пользу. Вот, например, травницы собирают травки. Они же убивают цветы, убивают растения, убивают травки, корешки достают. Но при этом они могут спасти жизнь человеку. То же самое здесь. То есть вопрос не в том, уничтожил ли ты цветок, а с какой целью ты его взял, что ты из этого получил, и что дальше происходит. Или бесцельно ты его схватил, как идиот. Вот, мне кажется, в этом заключается величайшая мудрость жизни человека на Земле. Осознанно ли ты что-то делаешь или бессознательно? Вот если осознанно, тогда ты можешь объяснить, зачем, почему, как. Если бессознательно, ну тогда ты сам, в конце концов, превратишься в цветок, который кто-то использует. Также может быть бессознательно, а может быть и осознанно. Кстати, по поводу праздников-непраздников. Татьяна Беленко написала, 14 февраля был освобожден Ростов-на-Дону от фашистов. Вот это настоящий праздник. Поздравляю всех с нашим замечательным праздником. Ура, троекратное. Как ты думаешь, а вот этот день можно праздником назвать? Или это всего лишь на все знаменательная дата? Да, конечно, воображение у Алексея хорошее. Иногда оно меня вводит в ступор. Так, теперь мы возвращаемся на нашу землю. про Ростов. Это проявление героизма, это освобождение нашей земли, сохранение нашего народа. И там даже наши воины, когда они шли в бой, они кричали «Ура!». Поэтому да, дни, когда совершались важные героические победы в Великой Отечественной войне в других моментах времени, это именно праздник. Это гордость, это радость, это почитание. Да, это праздник. То есть, другими словами, всё, что сохраняет жизнь и идёт на её улучшение и возрождение, или продление, это можно назвать праздником. Поэтому, если здесь было освобождение, и многие люди получили освобождение и продлили свою жизнь, даже, может быть, за счёт жизни других, это можно назвать праздником. Но праздник такой, то, что называется, со слезами на глазах. Потому что любое освобождение в войне влечёт гибель многих и многих людей, в том числе самых-самых лучших, которые поднимаются во весь рост первыми из окопа, которые идут первыми освобождать что-либо. Поэтому светлая память всем нашим родичам, сложившим свои головы в защиту своей родной земли. Идём дальше. Александр, вопрос эфира. Цветы рвать всё-таки надо после русальных дней. Это вопрос. После русальных дней как-то не очень завянут же смысл праздника, начало новой жизни. Цветы рвать всё-таки надо после русальных дней? Ну, вот сейчас то, что мы обсуждали, я пытаюсь восполнять то, чего у меня ещё нет. И получается, если, например, ты там знахар или знахарка, то ты их рвёшь, соответственно, в тот момент, когда они могут принести наибольшую пользу тому делу, которое ты делаешь. Поэтому тут, наверное, ограничивается не только русальными днями. В данной же ситуации вот то, что я зачитывал, речь шла о чём? Речь шла о том, что в эти дни как бы природа максимально напитана энергией жизни. Начинают, соответственно, реки вскрываться ото льда, начинает травка зеленеть, там как-то речка журчит, да, птичка поёт, черрикает. В этот момент появляются цветы, то есть они максимально, пик у них вот этой вот жизненной энергии заложенный вот до того, что было до этого и сейчас. Соответственно, эти цветы получается, вот сейчас я уже начинаю с той информации, которую сегодня услышал, рассуждать. Получается, сорвав эти цветы и подарив любимому человеку и доставив этому человеку радость, и потом у тебя, получается, это как-то укрепило вот эти отношения между тобой и этим человеком, у вас образовалась крепкая дружная семья и появились соответственно детки и всё это привело к усилению, к продолжению земного рода, небесного рода, то в таком случае получается, что приоритеты высокого над низкими и направлено это на продолжение жизни более высокого, тогда получается, что рвать цветы можно, но всё-таки вот для меня внутренне я как бы понимаю, что да, это можно, но я, если я не знахарка и не знахарь, я всё-таки ограничусь живым цветком, вот так, благодарю. А как ты думаешь вообще, цветы полевые и цветы выращенные на убой, они чем-то отличаются по энергетике, по силе воздействия, может быть, ещё по каким-то другим качествам, ну, что я называю цветами на убой, те, которые специально в разжире в теплицах выращиваются, специально для того, чтобы просто сорвать, продать и подарить какую-то мимолетную радость, как это белые розы, белые розы и так далее. Есть фильм интересный, он зарубежный, но там была показана, какая штука, он будет, вот этот вот пример мой, как раз ответом на твой вопрос. Там что показывает? Только ты, пожалуйста, микрофон не трогай, а то как-то там треск идёт от него, когда трогаешь микрофон. Это я перевозбудился, может, не так понятно, перепредставлял. Шаловливые пальчики бегают у тебя по микрофону, я понял. Напугал ты этими инопланетянскими разборками, которые могут привести к таким последствиям интересным. Ты тогда держи другое место руками, чтобы не оторвали, а микрофон не трогай. Ой, блин, точно, как оказывается, всё просто. Так лучше? Да, хорошо всё-таки, что мы видео не показываем. Ну да ладно. Значит, я даже забыл вопрос. Да ладно, вспомнил. Получается, сюжет такой был. На американский континент привезли, надо было там, чтобы наладить производство ананасов, привезли туда семена или саженцы, это я уж как бы сильно не вникал, каким образом они там происходят у них рассада или семена. То есть, в общем, привезли материал, который в итоге должен стать ананасами. Посадили, а, и перед этим, когда ещё покупали этот материал, смотрели, какие там ананасы, оказывались ананасы большие, вкусные, сочные, привезли в Америку, климат примерно тот же самый, условия те же самые, посадили, выросли, выросли какие-то горошины. Что за ерунда, где нас обманули обратно, всё там под контролем, чётким, всё-таки взяли семена, опять же, опять привезли, посадили, опять ерунда получилась. Что делать? Давай вникать ещё более подробнее. И оказалось, что вот в том месте, где росли эти бананы, вот эти вот жители, которые ухаживали за этими бананами, эти ананасы, там, где эти жители, которые ухаживали за этими ананасами, во время своей работы, они поют, поют, радостно поют, и в итоге вот ананасы вырастают такие, какие надо. И тогда было принято решение купить саженцы вместе с теми, которые поют. У нас, конечно, в цивилизации вот такие вот грустные примеры, но в итоге вот такой метод переноса семенного материала вместе с тем, кто его обрабатывает, привел к тому, что ананасы стали таким же, как были там. Поэтому вот это показатель того, что очень сильно влияет то, те эмоции, то отношение, которое испытывает человек в процессе нахождения возле вот этого растения, как по отношению к себе, так и к растению, на вид, на этот внешний вид растения и на вкусовые качества этого растения, и на энергетику этого растения. Да я думаю на самого человека, потому что в любом случае идёт взаимодействие энергетик, и как это говорят, придёшь как враг и, соответственно, или там придёт к тебе враг, а ты отнесёшься к нему как к другу и поднимет ли он после этого на тебя руку там. И тут такая же штука, ты по-доброму к растению, оно к тебе по-доброму. Вот моё мнение, что так. Ну у тебя так всё просто. Ну ладно, давай тогда подведём итог вот этого нашего раунда переговоров по поводу растений. Я думаю, следующее, уж если хочешь, там ты высказал своё мнение, что ты не даришь цвета. Я тоже цветы никогда не дарил, и можете уточнить это, если будет желание у моей супруги. Вот. И у нас растения срезанные в доме не стоят, и искусственных тоже нет. У нас всё, если растёт, то в горшках, на природе, и вот они все живые. Я думаю следующее, что если мы здравомыслящие люди, то, во-первых, мы будем использовать растения не искусственные, которые выращены в оранжереях, на потоке, а всё-таки те, которые растут в живых условиях, на грядках, где-то в колумбариях, именно в своих личных, где наша энергия производится. Дальше. Мы, наверное, не будем их просто так покупать непонятно у кого, непонятно где, потому что любое живое, оно на себя впитывает всё, что связано с теми, кто продаёт, и кто производит, и кто срезает, и перевозит. И если, к примеру, производили какие-то барыги, перевозили какие-то барыги, торговали какие-то барыги, которые цебарик из зубов не выпускают, да ещё под шофе в день праздника, то в этом случае вопрос, что вы дарите вообще? Что вы дарите? Вы дарите мертвичинку, которая ещё сдобрена огромным количеством всякой дряни, всякой гадости. То есть в этом случае день Святого Валентина, или как там шутят, Святого Вазылына, это как раз вот для вас. Если же вы здравомыслящий человек, то в этом случае тогда, наверное, обращаться к таким барыгам, которые продают непонятно откуда взятые цветы и непонятно с какими там эмоциями перевезённые, выращенные средства и так далее, смысла нет. Далее. Тем более смысла нет, чтобы эти цветы просто поставить в вазочку и чтобы они постояли какое-то время. Любой цветок, несущий в себе жизнь, а вернее, так сказать, зачатки жизни, преддверия жизни, основу, на которую может наложиться жизнь, он должен быть использован по назначению, а не просто постоять и покрасоваться, и на ваших глазах умереть там на подоконнике или на столе. это, на мой взгляд, преступление перед жизнью. Если было просто срезано, поставлено, ну и дальше ничего. Вот если, например, вы из него что-то сделали, трава, которая спасла жизнь человека, аромат, который напоминает о ком-то светлом, вечном, добром, это вам что-то даёт, которое вас воодушевляет, поднимает настроение и так далее, то в этом случае да, это можно сделать. Если был какой-то оберег, амулет сделан, подарок какой-то, это тоже можно сделать. То есть это пошло на пользу, это помогло усилить жизнь. То в этом случае да, это имеет место быть и это можно использовать. Но как-то я чего-то из тюльпанов, венков особо не помню и розы, насколько я понимаю, тоже веньки обычно из роста вот не делают. То есть, ещё раз, праздник – это то, где есть жизнь, продление жизни, создание жизни, поддержка жизни. Это праздник. Где славление, взаимодействие с силами природы, со стихиями, с родичами, с предками, всё, что связано с жизнью. У порядочного это всё. Это праздник. Если просто говорим о какой-то там дате, это памятная дата. Если в эту памятную дату свершилось что-то такое, что спасло тысячи жизней людей, человеков, то в этом случае это уже может быть праздником или с элементами праздника. В этот день можно праздновать, но это не будет праздником. То есть, праздновать, дарить, дарить здраву, праздничное настроение создавать, но праздником, например, может и не быть. Или, может быть, праздник со слезами на глазах. То есть, разбирайтесь, понимайте, что происходит. если цветы выращенные в коммерческих условиях, с коммерческой направляющей, то там уже не будет того, что необходимо человеку взаимодействие с природой. И если они просто умерли на столе у вас, то в этом случае это преступление. И в первом, и втором, и в третьем, и в десятых случаях. Если же это было все в природе, где совмещены все стихии и энергии, силы земные, земные и солнечные, например, и там вода и все остальное, то в этом случае тогда это растение набрало силы и его можно применять для того, чтобы спасти жизнь человека, улучшить жизнь человека, помочь породить человека. Вот если это все совпадает, то тогда все хорошо. Если не совпадение, то в этом случае это, на мой взгляд, или преступление, или на грани преступления. А зачем совершать и то или другое? Идем дальше. Горловое пение. Вопрос в эфир. Чем те, кто дарит женщине мертвые растения, отличаются от тех, кто рубит на Новый год елки? Одно дело, когда срубить дерево нужно для строительства дома, а другое, когда вот так. Ванга отказалась от цветов. Мы уже об этом поговорили, даже елку успел упомянуть. Ванга от живых растений не отказалась, в горшках она принимала, а вот от мертвых она отказывалась. Здесь я согласен. Что-то скажешь по этому или дальше пойдем? На самом деле интересный момент получился. Мне пришло, вот когда ты рассказывал долго, а я тебя не перебивал, мне пришла такая вот, вспомнил я эту фразу, и оказалось, она сейчас к месту очень. Есть такой известный человек, ну даже его считают просветленным, там аватаром, Гаутама Будда. И вот ему приписывают такое высказывание, что я увидел красивый цветок и сорвал, и он завял. Я увидел красивую бабочку, поймал ее, и она умерла у меня в руках. И тогда я понял, что прикасаться к красоте можно только своим сердцем. Вот это вот могу я, как реплику на то, что написал горловое пение. Благодарю. То есть про елочку молчок. Не будем трогать, про Новый год уже много раз говорили, идем дальше. Далее. Горловое пение в эфир. Все эти группы и подгруппы, ну имеется в виду варны, про которые у нас сегодня был эфир, я могу включить еще разок эту схемку для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. Итак, все эти группы и подгруппы ни к чему не приведут, потому что проблемы состыковки М и Ж, ну есть мужчины и женщины, лежат не в плоскости говорильни, а в подсознании. Если женщина не ставит мужа выше остальных, то все. Что скажешь? Как я его понимаю. Брат, я тебя понимаю, сказал Миша. Хорошо. И что дальше? Понял. Ну, если быть, так сказать, более откровенным, я в такой ситуации варюсь уже не один год. И вот есть полушуточная картинка, полушуточный анекдот, да, где нарисовано так, что, мол, надпись такая, что вот вы не курите, не пьете, ведете здоровый образ жизни, ну, значит, вы сектант. Вот это вот самое, как это назвать там, самое доброе, наверное, или одно из добрых слов, которое я слышу в свой адрес от человека, с которым мы вместе идём по жизни, но почему-то с разными целями. Ну, как почему-то? Сейчас-то я понимаю этот процесс больше, но сначала мне было вообще непонятно, как такое возможно. Действительно, такое ощущение, что где-то что-то там в подсознании тумблер перещёлкивается в определённый момент, причём это делается вот как-то вот так вот внезапно, может, по перемене погоды он работает или ещё каким-то образом. И так же вот как в анекдоте «я пошёл за хлебом», и в этот момент со мной поругались, ты приходишь, а с тобой уже поругались. И да, получается, кажется, что, блин, ну, всё-таки что-то тут вообще непонятно. А если вот сегодняшнего, того момента, что я пытаюсь понимать, я вижу, что всё-таки, всё-таки, развивая свою осознанность и даже вот применяя такие, как это, можно пока это назвать костыли, да, логические костыли, так как я вот в основном стараюсь мир исследовать логикой и уже потом уже подключать там какие-то дополнительные то, что называется чуйка, то, что называется там осознание, там, родовой поток, хотя, по идее, это надо всё вместе делать. Так вот, даже используя такие своеобразные костыли современные, как астрология, и зная дату рождения человека, свою и этого человека, то можно очень многое выявить до того, как ты с этим человеком зайдёшь туда, куда Макар Телят не пас, и он будет там именно делать то, что будет делать, то, что у него там записано. Кто-то называется это там в подсознании, кто-то ещё как-то скажет, а на самом деле всё проще. Мы просто приходим здесь вроде бы как это назвать там похожие жизненные ситуации, похожие дни, но у каждого своя индивидуальная задача. И вот, например, через астрологию можно приоткрыть одну из дверей, чтобы посмотреть и сравнить. А всё-таки задача у этого человека как-то может быть с тобой согласована. И это какой-то временный дискомфорт или он может быть долговременный, но в данном случае при понимании от чего он произошёл, для чего он происходит и куда это в итоге приведёт, становится как-то немного легче с этой ситуацией взаимодействовать. То есть вот моё мнение пока такое по этому вопросу. Благодарю. Но по сути ты не ответил на вопрос горлового пения о том, что все эти группы подгруппы ни к чему не приведут, потому что проблемы стыковки мужчин и женщин жатт не в плоскости говорильнее, а в плоскости подсознания. Если женщина ставит мужа выше остальных, то всё. попробую, тогда проще сказать. Есть инструменты, которые даже на уровне логики можно взять и проверить. Вот что в астрологии мне очень так удивило. У меня были события в жизни очень такие больнючие. Я думаю, у многих такие события есть. И эти события, после этих событий ты принимал какие-то решения. Так ты эти события знаешь, когда они происходили, и вот ты запускаешь астрологическую программу, причём она там то, которая пользуется, она бесплатная. Отматываешь на время тех событий и понимаешь, что они происходили именно тогда, когда надо. И выстраивалось всё именно под это. И для тебя это то время, когда ты это получишь. А кто тебе рядом это всё поможет получить, ты уже можешь, зная дату других людей, про это посмотреть. И поэтому ещё раз, если у тебя есть дата твоя, есть дата того человека, с которым ты собираешься вместе соединить свою жизнь или уже соединил свою жизнь, то ты даже можешь, используя эти моменты сейчас, разбираться как в прошлом, так и в настоящем, так и смотреть в то, что называется грядущее или будущее. Поэтому вот это дело помогает в этом. Говорильные, говорильные, но надо, как говорится, брать, практиковать, проверять. Так-то, конечно, если просто поговорить, толку не будет. А там где-то взял, проверил, ого, работает, тут взял, проверил, точно работает. Но начинать себя я вот именно свою жизнь анализировал. Так что вот моё мнение вот так. благодарю. Молодец, молодец. Но здесь надо, мне кажется, это и следующее, что если просто сводить в говорильню, то ни к чему это не приведёт вообще по жизни. Всё, что сводится в говорильню, это всё пустота и глупости. Варные – это не говорильня. И такое ощущение, что всё-таки задающий вопрос человек совершенно не имеет представления от тех варных, про которые говорю я, про которые говоришь ты. Или у него своё представление о варных, которые с нашим совершенно не сходятся никак. И он продолжает, видимо, в этом своём представлении крутиться, даже не задаваясь вопросом, о чём мы говорим. Ну, бывает такое. Человек представил себе, что вот это так, но он продолжает об этом говорить. Бывает так, что человек всё-таки, когда услышал это слово, он говорит, о чём вы говорите, дайте-ка мне пояснение. А, вот так вы имеете, а я думал про это. Ну, хорошо. Если так, то да, давайте тогда вот с этой точки зрения. Или давайте я вам о своей точке зрения расскажу, и мы тогда найдём соприкосновение и будем друг друга понимать. Тут же выстраивается такая ситуация. Всё это фигня, потому что всё говорили. Так вот, варны — это принадлежность человека к этим варнам, который определяет то, для чего и с какими целями человек пришёл в эту жизнь. то, и для чего человек пришёл в эту жизнь. Это не говорильня, это диагностика. Как психология есть диагностика какому психотипу кто принадлежит. И, исходя из того, к какому психотипу кто принадлежит, можно понять, как он себя будет вести в этой или в этой ситуации. И здесь даже говорить особо не надо. Посмотрел на дела, и всё понятно. Посмотрел, как он что делает, и всё понятно. И, исходя из этой диагностики, ты будешь понимать, вот этому можно доверить управлять армией. А вот этому даже метлу доверить опасно. То же самое и здесь. Если мужчина или женщина осознают свою варновость, не льстят себе, а осознают свою варновость безговорильник, осознают варновость тех, кто их окружает, и уж тем более мужчин или женщин, то они смогут понять, что вот с этим человеком я построю счастливую жизнь, и тем более, если уж мне нравится, я люблю его, учитывая все это вместе, у нас будут прекрасные семейные отношения, у нас будет прекрасная семья, у нас будет жизнь, вообще сказка, малина. Без всякой говорильни. А если мужчины или женщины не осознают это, охватаются только за то, что им показалось, то в этом случае тогда начинаются те проблемы, о которых горловой пене написал. Кстати, продолжение здесь есть. Женщина на уровне подсознания решает, подходит ли мужчина или нет за 5-10 секунд, а остальное время она пытается обосновать себе на уровне головы свое решение. Так что группы тут малоэффективны. Если мы говорим про смердов, которые не могут упорядочить даже свою жизнь, то в принципе, да, абсолютно полностью согласен. Если мы говорим про Варны все-таки начиная уже поближе ко второй, третий, то там несколько все более интересно. Вот все, о чем здесь было написано, это изыскание на уровне среднего статистического. А на сегодняшний момент среднее статистическое – это уровень не то, чтобы там даже смердов, это уровень нежитий, которые себя разрушают, уничтожают. Вот в обществе нежитий это один к одному. Вот точно подмечены все эти изыскания психологов, особенно иностранных психологов, там англичане, американцы, немцы любят этим, итальянцы иногда подключаются к таким изысканиям. Они очень точны и очень совершенны. Но когда мы говорим про все-таки нормальное общество, которое мы строим через осознание, то тогда да, женщина оценивает мужчину, но помимо всего этого она не пытается обосновать себе, что там ей это нужно и свое оправдать решение, а все-таки она подходит немножечко с другой стороны, ведая, что она творит, а не от безведания. Горловое пение в эфир, а потом вот ты когда говорил про вот эти вот создания своднической группы, да, контакты это, судя по всему, да, где сведение мужчин и женщин. Ну, я имею в виду, чтобы создать такое сообщество, да, где мы можем общаться, в идеале, конечно, чтобы это было на сайте и там в группах в соцсетях каких-то, я, с сожалению, толком не знаю, возможно это там или нет, в идеале, конечно, чтобы могли люди напрямую поговорить, не вот так где-то переписываясь там под нашим или другим видео, да, это неудобно просто, а чтобы поговорили, обменялись, посмотрели, там уже взяли какие-то контакты и после этого друг с другом там уже переговорили по телефону или в скайпе, вот про это речь. Понятно, просто если это сводничество, то в этом случае такой сайт или такая страница или такой раздел ничем не будет отличаться, знакомства там по интернету, которых сейчас огромное количество, здесь необходима все-таки цель, которая определит и то, ради чего это все делается, если же просто так познакомиться, ну тогда я против такой идеи, если какая-то цель более глубинная, тогда стоит вопрос, а зачинать детей они тоже будут по интернету или как, и воспитывать их, и вести совместное хозяйство, здесь очень-очень много вопросов, которые возникают, но я продолжу, так вот, головой пенни написал после того, как ты сказал, а потом, когда будут отрицательные отзывы, обиженные дамы, куда побегут жаловаться на женихов, на сайт радио, на словах он Лев Толстой, а на деле мы у вас на сайте познакомились, вам и отвечать, вот как раз он немножечко так подтвердил то, что я тебе сейчас сказал. Если подходить ко всему такому принципу, что мы не будем делать, всё будет плохо, то в таком принципе можно ничего не делать и, как говорится, потихоньку, полегоньку, не торопясь ползти в сторону кладбища, там покой, уют и всё хорошее, да, но всё-таки давайте тогда подумаем, как нам сделать так, чтобы вот то, что было сейчас сказано, чтобы этого было в минимальном количестве или ещё в идеале, чтобы этого вообще не было. А для этого вот перед этим про это мы говорили. Что мы про это говорили? То, что люди разные, задачи у людей разные. Есть разные способы, как эти задачи можно понять. Если в отношении себя это вот надо именно смотреть свои внутренние интересы, как они у тебя протекают, куда направлены, да, это как бы с одной стороны сделать проще, потому что от себя ты, если что-то и скрываешь, то не настолько много, как ты это скрываешь от других. В отношении других сложнее. И поэтому я ещё раз говорю, есть костыли такие, ну, я называю костылями, на самом деле это, как сказать-то, это огромный пласт знаний. Просто пока, пока вот для меня нет такой возможности, как это, вот такой вот, зайти в всевыше, всевидящий, всепонимающий духовный интернет, задать там вопрос и тут же получить ответ. Мне приходится всё-таки довольствоваться тем инструментарием, который у меня есть. Вот сейчас у меня этот инструментарий расширился так, возможностью посмотреть на ситуацию, в то, что происходит в моей жизни. И сначала с этого, как говорят, хочешь изменить мир, начни с себя. Посмотреть вообще, это работает или нет. Через астрологию. Там я увидел как раз вот эти штуки, которые показывают конкретно, что да, вот с этим человеком, когда мы сошлись, почему мы сошлись, почему я так себя веду, почему он так себя ведёт и какие будут влияния, когда пойдёт там дождь, и когда станет холодно и так далее. Ну, то есть не по принципу вот погоды, которая внешняя, да, а именно погоды, которая будет внутри семьи происходить. И дальше при этом подходе у тебя есть возможность и у тебя, если ты здравомыслящий человек, ты не только сам это будешь выяснять, но ты этому человеку, с которым с тобой планируешь с ним пообщаться, ты ему объяснишь это, чтобы он тоже это сверил, как говорится, изучил и пользовался. И таком при совместной поддержке, совместной помощи у нас будет получаться так, что лада-то будет больше, а разлада меньше. И другой момент, который отметил Алексей, именно по внутренним вот этим своим внутренним желаниям, внутренним, с чего тебе охота делать, как бы на сегодня, на завтра, на год, на всю жизнь, какие у тебя цели, целеполагания, или даже дальше, если там кто-то может просмотреть там на жизни, и вот в зависимости от твоих целей, полаганий кратковременных и долговременных, а также целей, полаганий того человека, с которым ты хочешь создать себе семью, ты можешь добиваться того, чтобы либо разойтись еще на периоде общения, либо же все-таки понять, что вот тут у этого человека я смогу вот этому поучиться, а этот человек у меня этому сможет поучиться, а вместе вообще-то нам по дороге. И при таком взаимодействии у нас получится, что у нас это не все-таки сводня на один раз, как вот сейчас вот это принято, ой, день святого Валентина, давайте по-быстрому подарим друг другу подарки, любовь с первого взгляда и, как говорится, потом до свидания, чах-бам-бьё-на-синьори-та, а это чтобы было надолго, чтобы в этих семьях рождались здоровые дети, чтобы дети уже ты детям будешь передавать вот этот твой опыт, и жена твоя будет передавать этот опыт. Дети будут более мудрые, а у них придут ещё более мудрые дети. И при таком взаимодействии, когда люди будут друг друга поддерживать, не скрывать знания, а пояснять и учиться друг у друга, тут всё-таки будет не разлад, а наоборот увеличиваться лад, гармония и радость. Моё мнение, вот это вот цель того, чего я говорил. Благодарю. Понятно, хорошо, разъяснил, идём дальше. Реплика от Подсолнуха. Помимо Святого Валентина, есть куча других праздников, которые многозначные. Но когда речь идёт о любви, почтении или славе, неужели мы, славяне, неужели мы способны проявлять подобного рода чувства только лишь в один день в году к своим близким и родным? КЛМ что такое, я не знаю. Считаю, что любить, почитать и славить мы должны уметь в любое время и как можно чаще. Золотые слова. Золотые слова. Идём дальше. Валерий И. Реплика. В современном понятии праздника это сатанинское действие, некий ритуал, где все услаждаются, усаживаются за стол, а там пьют спиртное, жуют, жрут убиенную еду, а точнее жрут сами себя. Точка. Тут всё правильно. Вот то, что я тоже узнал, и это благодаря тому, что я якобы вот как бы, ну не то, что якобы, я помогаю в радио, в итоге узнаю даже больше. И вот в одном из записей бесед как раз про это было пояснено. Вкратце смысл, вот чего сейчас было сказано, попробую передать чуть расширенно, но тоже вкратце. Если ты ешь то, что в себе содержит уже энергию разложения и не способна дать жизнь вот это вот, то ты, по сути, засовываешь в себя эту энергию, которая тебя изнутри усиленно разрушает. Всё вот это вот, то, что убитое там животное, там, и даже, например, ну то есть вот это самый большой вред, это вот убитое животное. Дальше меньше вред приносят те продукты, которые, можно сказать, более-менее нейтральны. Это продукты, которые были живые, должны, предназначены были дать жизнь. Например, какие-то семена, какие-то крупы, какие-то каши, да, но когда ты их начинаешь отваривать, то, по сути, вот эти программы жизненные, которые находятся в них, они стираются, и там остаются, как набор витаминов и микроэлементов. Да, по поводу того, что там их навряд ли накачивают там этими антибиотиками, навряд ли там у них в каждом там это души с духами там все это развивается. Это как бы тут меньше, намного на тебя действуют последствия вот этого дела. Тем более, как это мы плодоядные, да. И третий вариант питания, самый лучший вариант питания, это ты питаешься тем, что способно дать жизнь. То есть, вот пример яблоко, да, вот оно, это яблоко созревшее, если ты его сейчас поместишь в подходящее условие, то семечко, питаясь энергией вот той, которая вокруг этого семечка, оно усилится, прорастет, используя эту энергию и появятся новые яблонь. Если ты ешь вот такие продукты, которые предназначены для того, чтобы давать жизнь, то вот эта энергия жизни, проникая в тебя, она тебя усиливает, тебе, твою энергию жизни. А дальше, как говорится, вот это всё донесено, а решать уже будет каждый сам, что ему надо. Может, действительно, настолько тут мир как бы грустный и печальный, и всё плохо, и идём куда-то, мы не пойми куда, тогда, конечно, вариант побыстрее доползти туда и, как это назвать, место, где всё хорошо, спокойно и ничего так резко не изменяется. Тогда кушайте, конечно, подобные к подобному называется, убитые вот этих животных. И другой вариант, если у вас есть возможность покушать живую еду, плоды, ягоды, на самом деле, вот хорошая тема поднятая, почему она хорошая поднята? С одной стороны, у нас климат очень сложный, это понимают, то есть мы живём не на экваторе, не в субтропиках, но с другой стороны, уже есть технологии, это вы можете почитать, вегетарии, те же самые, используются специальные там лампы, которые энергосберегающие, которые способны давать урожай даже в наших условиях значительно больше промежуток времени. И дальше, опять же, тут тоже есть принцип, как это мудрое устройство вот этого всего мира. То есть, если у тебя действительно нету покушать зелени вот такой зимой, ну тогда уже ешь и соленье, консервированную какую-то пищу и кушай каши. Да, это будет вполне нормально, потому что в данном условии тебе по-другому не вышит. Но если и этого нет, пожалуйста, там, как бы можешь там рыбу, курицу, мясо. Но опять же, вот именно так, понимая осознанно, ты уже понимаешь, что ты в себя засовываешь и к чему это приводит. Благодарю за вот эту реплику, за этот вопрос. Вот так, отобсуждая вроде бы тех, которые, как сказать, однополые в день так называемого Валентина, и сейчас затрагиваем другие темы. Хотя ты знаешь слово «святое» в данном случае, оно очень своеобразно. Ведь, к примеру, если для одного народа кто-то может быть святой, для другого народа он может быть убийца. И наоборот, если в этом народе он убийца, для другого народа он может быть святой. К примеру, тот, который сражался за униженных и угнетённых, он для униженных и угнетённых будет святой. А для тех, против кого он сражался, он будет бандит и преступник, к примеру. Поэтому вопрос, когда вы говорите «святой» Валентин, вы для себя его святовство принимаете, или вы так просто называете связку из двух слов, где другие люди что-то там о нём сказали и так его посчитали. Вот здесь тоже это надо понимать. Это так просто мысли вслух на заброску в вашу голову, чтобы подумали. Далее. Горловое пение. С какого рожна Ра солнцем стала, когда Ярила Яр? Это к тебе, это ты сказал, что Ра — это солнце. Ну, как бы это назвать-то, да? Ты можешь назвать там отец, можешь назвать там отче, там батя, батяня, да? То есть по сути ты обращаешься, но это я вот как бы сейчас пытаюсь объяснить попроще. То есть есть рядом с тобой старший твой предок, твой отец, да? Но называть ты его можешь по-разному. Хотя речь идёт об одном и том же. То есть если в древнем Египте называли, говорят, значит, Ра, то есть вот обращаясь к культ солнца, да? Ра. Если у нас есть упоминание, что наша Волга, вот эта, которая сейчас Волга, она тоже называлась Ра, река, да? Если в том месте, где я живу, у нас тоже, вот, например, река ангара, то есть в конце. То есть всё-таки тут надо понимать, что название одного и того же существа, сущности, явления, предмета, они по-разному могут звучать в разные времена, да? Вот. Но это именно идёт, да, как бы и название Ерила есть, и даже про Ерила, если вот как бы у славян то к Солнцу обращались по-разному. Его называли и Хорс, и Дожди Бога, и Карачун, и Каледа, и получается вот Купала, То есть сколько вариантов, но это не означает, что у нас тут куча Солнца. Ну, поэтому моё мнение, что Ра это тоже имеет отношение к Солнцу. И вот если я вот как бы пытался тут и пытаюсь немного буквицу изучать, да, вот там если разбираю по образом буквиц, там вот получается, что это распределённое, упорядоченное что-то вот творцами, творцом, то есть вот какое-то вот структурированное что-то, нечто вот творцом. По сути вот свет, он это именно это вот и есть как бы энергия упорядоченная, структурированная вот именно творцом, и она как раз предназначена для того, чтобы поддерживать вот жизнь мироздания. Ну вот поэтому я считаю, что обращаться пора тоже как бы вполне к Солнцу. Есть хорошая идея. Благодарю. у тебя такая интересная манера разговора. Отвечая на один вопрос, ты порождаешь кучу других вопросов. Я думаю, что Солнце Карачун тебе ещё вернётся вопросом. Тебе ещё пролетит за Солнце Карачун. Это ты меня напугал инопланетянами, так что прошу прощения. Валерий реплика. Думаю, подарить мёртвые цветы это своеобразно ритуалу жертвоприношения и спускания гаваха. О как! Далее, горловое пение в эфир. Дарить нужно то, что полезно. Мёртвые цветы самый бесполезный подарок. Жертва нужна для того, чтобы женщина обратила на вас внимание. Отношение к букету показывает близость к природе. Женщина говорит, ой, как мило, какой он милашка, если он природу любит, он детей тоже, наверное, любит, всё, я хочу, хочу, чтобы он со мной был. Что скажешь по этому поводу? Или дальше идём? Надеюсь, на тебя никакой воздействия инопланетяне сейчас недавно не оказывали, буквально минуту назад. А вообще, да, идея интересная. Благодарю. Не, ну надо же поиздеваться. Многие мужчины так начнут разговаривать, так вот вообще, так вот говорят, смотришь, ты что, дурак, что ли? Ну да, идём дальше. Нет, но некоторые серьёзно так вот, он говорит так со сцены, прям так вот, так вот, милашка, прям вообще. Хочется подойти и напомнить кто ты. Ну ладно. Вопрос эфир из Ютуба от Владимира. Как сильно играет цвет глаз Наварны? Это к тебе вопрос или ко мне вопрос? Ну, если, как бы, вот, ну вот я бы считал себя пупом земли, я бы сказал, что вот голубой цвет глаз это самый пупоглазкий свет глаз из всех пупоглазских свет глазов, потому что у меня такой глаз, небесный, да? А на самом деле там же есть описание, что тут не цвет глаз льявит так, а всё-таки как давно ты вот самосовершенствуешься в духе, в душе, в телесах, вот, чего ты на этом пути самосовершенствования сделал и чего достиг, а цвет глаз, он связан маленько с другим. Как я понимаю, раньше это было связано вот с чем, с тем, что миры, в которых мы находились, ну, то есть представители вот этих народов четырёх, которые называются по ведам даорийцы, хаорийцы, рассеиные, святорусы, они находились в разных звёздных системах, где освещались разными солнцами своими, разными звёздами, которые у них там были, потому что на самом деле там есть отличие солнца, что-то почему называется в одном случае солнце, в другом звезда, но это как бы мелочь. И получается именно от спектра излучения светила вот люди, у них был тот или иной как бы светофильтр, говоря таким техническим языком, да, в глазу для того, чтобы наилучшим образом этот спектр проходил и ничего там в глазу не разрушал, не выжигал. И вот только из-за этого было там у одних глаза, значит, небесные, у других зелёные, у третьих кариевые, у четвёртых серые, да, вот этот момент. А как вот прям именно чтобы вот сейчас это привязать, тем более сейчас так настолько всё понамешано, что я прям не вижу такой вот закономерности какой-то стопроцентно там подтверждённой, как цвет глаз влияет на в армию. Ну, как-то так. И в современных условиях очень мало влияет, так что не обольщайтесь и не льститесь себе. Мне тут написали, когда я этот голос противный изображал, о, Алексей как умеет, классно Алексея получается, друзья мои, дурное дело не хитрое. Вы что думаете, какие-то поп-звёзды, которые вот так вот умеют говорить, они что-то другое умеют делать, что ли, в жизни? Дурное дело не хитрое. Кто-то задницу показывает, этим становится известным, а кто-то ещё что-то показывает, а кто-то говорит, аж побывал бы. Ну, ладно, идём дальше. Аркуинон, реплика. Есть праздники, пасхет, масленица и другие. Есть знаменательные дни, день ПВО, ВДВ и другие. Есть, есть дни памяти, летние, со дня рождения Высоцкого, Ахматовой и так далее. Ну, вот как раз он подтвердил то, что мы с тобой обсуждали. Кстати, а если уж мы говорим про масленицу, вот давайте чуток так вот коснёмся, хотя время-то уже два часа у нас прошло, но всё-таки вот сейчас все активно рекламируют масленицу, которая будет вот какого-то там февраля, да? В феврале масленица. Как ты вообще себе представляешь, это нормально, ненормально? Ну, когда живёшь по принципу как все, наверное, нормально. А когда начинаешь понимать, что у нас обычно за каким-то событием идёт привязка к чему-то, да? Либо это вот дата какой-то памяти, да? Либо какое-то событие, когда кто-то посещал эту землю так важный, нужный и так далее. Либо была привязка к каким-то солнечным циклам. И вот, насколько я понимаю, рановато-то ещё в феврале для маслениц. Надо хотя бы, чтобы у нас день с ночью-то уравнялся, вот, а потом уже можно и маслениц справлять. Благодарю. Да, это из той же серии, если, например, человека, который рождается, к примеру, 1 мая, поздравлять с днём рождения в разные годы, в разные дни. Ну, когда-то его там 20 мая можно поздравить, когда-то вдруг там 1 февраля его можно поздравить, ну, может кто-то там ближе к апрелю поздравит. Вот это же серия. У праздника, как мы уже говорили, есть определённые не только даты, но и определённые явления, которые позволяют празднику быть праздником. Если мы забыли, что такое праздник, если мы не понимаем этого, то в этом случае мы выглядим очень и очень глупо маленькими бестолковыми детишками, которым в уши накапливаешь то угодно. И мы хватаемся праздновать Масленицу в дни, когда Масленица вообще к этому отношению никакого не имеет. Ну, представляете себе, Масленичная неделя — это часть весеннего праздника. Праздника, когда переходит солнышко в гору, когда начинается вот то, что отличает уже зиму от весны. А мы зимой, вернее, не мы, а нам говорят, что зимой можно праздновать весну. Друзья мои, ну вы придите, например, в зимний сад для того, чтобы, ну, в январе месяце, например, чтобы полюбоваться цветением персиков. Ну вот подмосковный какой-нибудь сад, возьмите персики или яблонями, или вишнями. Ну попробуйте в январе к этим деревням подойдите, постучите по ним, скажите, ну давай, давай, покажи мне зеленые листочки, покажи мне свои цветочки. Ну что ж ты не цветешь? Мне сказали, что вот сегодня день такой, когда надо любоваться цветами, потому что он привязан к какому-то там празднику якобы, который вот тогда-то происходит из-за него там за столько-то дней, вот это надо делать. А он там у них меняется, исходя из того, что кто-то там когда-то где-то что-то сделал. И вот ты теперь обязан персик расцвести. Да, пускай у меня уши все уже отморожены, пускай на носу у меня там сосулька до пояса, но ты цвети, цвети персик, ну и вы тоже яблоньки, ну давайте, давайте. Что вам ответят в сумасшедшем доме? То есть это помешательство. Помешательство вообще вселенского масштаба. Когда масленицу, масленичную неделю, которая входит в весенние праздники, привязывают куда угодно и вставляют куда угодно. И в этот день, значит, должны комы проснуться, медведи вылезти из берлог. В этот день, значит, и солнышко должно светить, начать по-другому. И птички должны прилететь, и цветочки-полснежники должны вырастать уже. Ну, прям это сказка 12 месяцев, ядрём курень. Ну, на самом деле, колечко-колечко там и бросаешь его, и всё. И появляется тебе тут всё, что нужно, прям по весне. Такие волшебники у нас тут появились последние несколько столетий. Так классно вообще руководят всем. Ребята, палата номер 6 маленькая, всех не вместит, не льстите себе. Она маленькая, там должно сидеть несколько заводил, все остальные там не должны находиться. А вы в палату номер 6 превращаете вообще всё. Мало того, славяне пытаются приглашать меня на масленицу в феврале. Давайте встретим масленицу, как положено, по-нашему, по-русски, споём песни, блины там, сожжём кого-нибудь. Ребята, вы чего? У вас как там? Вы себя славянами, что ли, называете? Я не понял, я не ослышался. Вы ещё на себя солярные символы какие-то оденете, вы ещё обереги на себя оденете, ещё рубашоночки какие-то натянете, штанишки там, пояса, а на которых что, нарисованы солярные символы? Или так, очередные цветочки? Якобы русские. Матрёчка, волька, волька, балалайка, ущанка, медведь. Вот к ним идите, вот к этим вот ребятам, этим фетишем занимайтесь. Ну вот с ними давайте. Как раз вот сейчас то, что мы говорим, вот 14 число, наверное, для вас подходит. Смените славянские одежды вот на эти вот радужные, радужные флажки повесьте и идите. Какая вам разница, какой праздник? Лишь бы весело было. Ну если бы повеселиться, ну что, ну так же весело, ну хорошо же, да, ну чего ты нам ломаешь кайф-то, а? Вот это же серия. Когда я говорю про Новый год, ребята, чего вы празднуете? Ой, уйди, давай уже отстанет нас, не мешай нам водку пить. Какая вам разница, когда чего праздновать? Давай дальше. Что-то я разошелся. Извините, пожалуйста. Валерий Реплика. Человек может питаться из нематериальных источников, для этого он должен быть осознан. Во как. Согласен? Еще как должен быть осознан. У меня пока такой уровень, пока мне недоступен. Но слышал, что у некоторых вроде получается. Благодарю. Так дальше. Горловое пение в эфир. Человек может получать и через химические процессы, через музыку, например. А, ну вот об этом мы говорили. То есть, видишь, в унисон прям мыслим с ним. Вера Маковеева. А цветочки в веночках на голове у девушек в украинских костюмах это что? Да еще и с лентами. Это ж так красиво. При чем тут половые органы? Михаил, Вера тебе задает конкретный вопрос. При чем тут половые органы в цветочках с ленточками на головах украинских красивых девчонок? Ну, я пока держу руки там, где ты мне сказал, поэтому я никуда свои вот эти самые штуки не отпускаю. Поэтому я не могу ответить, при чем там у них какие-то структуры. Возможно, инопланетян надо спросить. Давай в следующий раз инопланетян на прямой эфир пригласим. Вот точно. Друзья, если у кого на примете есть какой-нибудь знакомый инопланетянин, вы пригласите его. Мы с ним поговорим. Я не буду ерничать. Я не буду издеваться. Миш, ты тоже будешь, наверное, так это пригладишься там, чтобы аккуратненьким выглядеть, чтобы красавчиков сразу стал. Спасибо, поблагодарил. Я буду очень-очень сильно держать, как говорится, то, что надо держать, чтобы всё было хорошо. Да, тем более инопланетяне, смотря непадки на эти дела, хватит, не отпустит. Так что держи, держи, Михаил. Идём дальше. Ну, вообще-то нет, не дальше, Вера. Дело в том, что, как бы вы ни называли цветочки, но суть цветка любого – это продолжение рода. Там есть по ботанике тычинки и пестики. Пестик – это то, что позволяет принять от тычинки пыльцу, через себя и пропустить, и то, что вот там в крышке пестика находится, соединить. И из них получается новая жизнь. Поэтому, если мы смотрим с точки зрения ботаники, то в этом случае, как ни крути, это половые органы у растений. А уж куда они вплетены – в веночки, или за ушко, или в петлички. Это уже другой разговор. С ленточками они, без ленточек, у украинок, у белорусок, у русских, у румынок, болгар – неважно. Это, в первую очередь, половые органы растений. Так что вот при том тут половые органы. А с точки зрения, для чего они туда вплетены, вот об этом мы с Михаилом говорили. Если просто сорвал и бросил – это преступление. Если заложил что-то, и это пошло на пользу и на продолжение рода, усиление жизни, то это тогда дозволительно. А местами даже это поощрительно. Так же, как травница или травник, собирающий растения, в том числе и половые органы растений, где есть и цветочки, и корешки, он это направляет на пользу людям. Вот как-то так. Ну и в заключении Аркуенон прислал нам реплику. Энергия равно, по-русски, сила. Трансформация равно преобразование. Социум равно общество. Давайте говорить и мыслить на нашем родном языке и пользоваться родной речью. Согласен? Ну здорово. Есть же фраза, как, говорит, найти площадь Ленина. Там спросил кто-то мальчика, который там школьник какого-то класса. Он сказал, да очень просто. Чтобы найти площадь Ленина, надо длину Ленина умножить на ширину Ленина. Поэтому я только за всё такое интересное. Полностью поддерживаю Аркуену Ионину. На самом деле, пора, ребятушки, уже переходить на русский, на славянский наш язык и поменьше использовать всякой фигне. А Аркуену низкий поклон, почаще пиши такие реплики. Будем проводить ликбез. Прямо так, по радио в эфире. Сказали какое-то слово. Энергия. Хопа. Сила. Сказали трансформация. Хоп. Преобразование. Сказали социум. Хоп. Общество. Так что давайте почаще будем друг другу напоминать. Нам, к сожалению, приходится использовать те слова, которые на слуху. Но по возможности переводить их всё-таки на русскую мову, в русскую речь, для того, чтобы говорить, что оказывается и у нас такие слова тоже есть. Ну и не могу пройти. Светлана написала. Можно подумать, что природа задумала цветы только как половые органы у растений. Так можно сказать, что всё кругом половые органы. Многоуважаемая Светлана. Я уж не буду так говорить. Дело в том, что жизнь, она требует продолжения. А для того, чтобы продолжение случилось, необходимы половые органы. Если половые органы выглядят для кого-то привлекательно, это говорит о том, что природа мудрая штуковина. Если природа привлекает пчёлок на половые свои органы и те помогают цветочкам, которые не умеют друг дружке дойти, чтобы поделиться своим генофондом, перенести с одного растения на другое что-то, это говорит о том, что всё в природе крайне разумно и надо следить за этим естеством и учиться у природы. И если некоторые растения не могут даже после того, как уже плоды готовы, дальше прорасти, без того, чтобы кто-то их не скушал, это говорит ещё о том, что природа мудра вдвойне. Ведь многие растения, чтобы прорасти, должны оказаться в желудке у животного, пройти весь кишечно-желудочный тракт и выйти с тем, что будет в дальнейшем удобрение, и вот там они прорастают. Представьте, какая штуковина интересная. И одних накормили, и другим дали прорасти. Дали прорасти, стало больше, стало больше плодов, значит, много животных других также смогут насладиться, дать своё потомство и дать возможность другим растениям также прорасти. Смотрите, как интересно, здорово всё продумано. А половые органы, если некрасиво, ну так любуйтесь ими на расстоянии, что же хапать-то руками? Ну, представьте, кто-то подходит и говорит, ну сейчас чуть не спошли вообще, остановил себя вовремя. Да. И при чём же тут любовь? Ну давай тогда будем подводить итог сегодняшней нашей с тобой встречи. Итак, День Святого Валентина, причём здесь любовь. Именно в этот День Святого Валентина были зарегистрированы первые однополые браки. Это вот наша заставка, это наша тема. И теперь у тебя есть возможность подвести итог. Светлана, почему на расстоянии? Я тогда пошлость свою продолжу. Представляете, кто-то подходит к вам и начинает по определённым местам руками жамкать. Вам это понравится? Хотя вы выглядите вполне красиво. Вот ещё что тут надо ответить, я даже и не знаю. Михаил, пожалуйста, в заключение, что-то от себя. На самом деле любовь, мы уже об этом как-то говорили, она очень многогранна, но её все вот эти проявления, которые мы в той или иной мере постигаем, они нам нужны и необходимы. Но важно всё-таки различать грани вот этой любви. И когда нам одно, то, что предназначено именно для того, чтобы делать что-то лучше, то есть укреплять наши семьи, делать так, чтобы у нас приходили здоровые дети, продолжался наш земной рот и небесный рот укреплялись. И вот эти светлые добрые помыслы заменяют на то, что происходит у собачек или у других, у кошечек, когда очень быстро животный инстинкт взял над этим делом верх, и вот они по-быстрому это, как говорится, произошло, и после этого никто якобы никакой ответственности не несёт. А потом получается очень-очень много проблем. И как в жизни этих людей, так и в окружающем пространстве есть хорошая фраза. Эту фразу я услышал Дёмин, Сергей Дёмин, вот наставник казачьего спаса, интересно очень сказал. «Один несчастный человек, он делает всех вокруг себя несчастными, а один счастливый человек способен сделать вокруг себя всех счастливыми, а один любящий человек, он способен сделать так, чтобы эта любовь распространялась вокруг и распространялась вокруг с огромной-огромной скоростью». Так вот, давайте научимся любить природу, любить себя и любить не по тому расписанию, которое нам кто-то навязывает, а чтобы это было естественной потребностью нашей Души, нашего Духа и наших всех телес. Желаю вам всем добра и благодарю, что задавали такие интересные вопросы. Присоединять к славянскому радио не только для общения через чаты, но именно ещё как творцы. Помогайте этому свету распространяться, помогайте нам становиться лучше становиться сильнее, становиться любимее, добрее, и чтобы вот эта радость и свет она распространялась, росла и приумножалась. Благодарю. Ты подожди благодарить. Вот после того, как я наговорил тут всего такого про эти самые цветочки и розочки с точки зрения каких-то там органов, как ты думаешь, может нам приписочку сделать 18 плюс или 16 плюс где-нибудь под эфиром, а то наслушается неокрепший умом и что-то начнётся там у них. На самом деле у тебя есть прекрасное качество меня заземлять. Я понимаю, что только начинаю куда-то улетать в прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко. Вот. А ты мне задаёшь вопросы. Ну, можно написать 99 плюс, чтоб наверняка никто не посмотрел. Надо над этим подумать, но это, я думаю, можно сделать чуть позже. Ладно, хорошо, тогда я тебя приподниму. Пишут тебе. Михаил, огромная благодарность обоим за столь великолепную яркую передачу. Свет ран ныне так и лился на всех слушателей и будет усиливаться. Благодарю Михаила за подробную, подобранную для эфира информацию с дебютом в прямом эфире. Здравия всем! Это вот тебе. Ура, ура, ура! Так, меня похвалили. Чё, я делаю всё как... Блин, не всё как все делаю. Ну, ничего, буду исправляться. Скоро стану повторить. Нет, чё-то ещё. А, ну сегодня я вроде не стерил, потому что всё шло как надо. В общем, всё хорошо, идём в светлое будущее. Ну что же, друзья мои, мне стоит присоединиться к пожеланиям нашего Михаила с точки зрения того, что когда вы что-то делаете якобы для радио, тем самым вы это делаете в первую очередь для себя самого. Вот такой парадокс и такой закон бытия. Потому что сделаны своими руками во сто крат дороже, нежели чем сделаны чьими-то другими руками, уж тем более руками робота и преподнесённые кому-то для чего-то. Только свой путь вы можете пройти своими ногами. И чужой путь вы не пройдёте. Но если вы будете лежать на печи и только смотреть, как другие ходят, вы вообще никакого пути не пройдёте. Простая аксиома жизни. Поэтому думайте, нужно вам, не нужно, делать не делать. И ещё уточнение. Мы принимаем вопросы в эфир для следующих передач только на тех ресурсах, где мы присутствуем. Если вы напишите где-то под роликами, которые свои тексты очень даже значимы, на тех ресурсах, на которых мы не бываем, о которых мы даже не догадываемся, а сейчас очень многие копируют и хорошо делают наши передачи, помогают распространять, и вы там что-то напишите, мы об этом не узнаем. Поэтому если у вас появилась какая-то мысль, идея, вы хотите выступить, что-то рассказать, донести, вопрос задать, зайдите на сайт Народного славянского радио. Славрадио.орг. И через форум обратной связи напишите что-либо там. Или хотя бы прокомментируйте, напишите комментарий на нашем канале в Ютубе или в соцсетях наших Народного славянского радио, а не где бы там вот просто пришлось написать. Иначе получится, как Ваня Жуков писал на деревню дедушки. Вот от Вани Жукова на деревню дедушки, скорее всего, ничего не пришло, хотя написал хорошее письмо. Если вы делаете что-либо для Народного славянского радио, первое, вы делаете для себя, второе, вы помогаете себе развиваться, помогаете развиваться другим, помогаете усиливать общее Народное славянское радио, и оно становится сильнее, и доносит, значит, лучше для кого-то что-то, и мир становится лучше. Если этому всему следуете, то будет все хорошо. Ну, естественно, все вопросы пишите там, где мы можем это прочитать. На СИМ мне остается вам напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 14 февраля 2018 года «Среда» по одному из старинных 25-й день месяца Юг и Служи 7526-го лета понедельник. День Святого Валентина, а при чем здесь любовь? Вот такой у нас был эфир, посвященный вот такой теме. Исказитель у нас был Михаил Ять. С дебютом тебя, Миша, молодец, так держать. Ну, а также низкий поклон выражаю как самому Михаилу, так и всем, кто поддерживал нас сегодня в эфире. Продолжайте в том же духе, «Только с вами мы сделаем мир лучше». Всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Народная славянская радио. Пора просыпаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова